Итак, дождались мы этого дня. Банжи провели масштабную презентацию, посвященную новому сезону и дополнению Королева-Ведьма. Мы смотрели её вместе на стриме. Спасибо, кстати, всем, кто пришёл. Ну а теперь я готов рассказать всё самое важное о грядущем DLC. Всё, что вам нужно знать, если вы пропустили мероприятие. Про сезон 15, который стартовал сегодня, поговорим в отдельных роликах. А сейчас устраивайся поудобнее. Для начала, трейлер-дополнение. Истина. Забавная вещь. Существует ли она на самом деле или лишь в наших умах? Она неизменна? Или подчиняется воле? Кто решает, что истинно, а что нет? Во Вселенной Света и Тьмы нет ничего сильнее. Скажите, Искорки. В чём ваша истина теперь? Истинный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вау! Выглядит всё очень впечатляюще. Мы так долго ждали встречи с Саватун воочию, и вот, наконец, она раскрыла свой облик. Так многое из того, о чём мы читали в последнее время на форумах, оказалось правдой, но впечатление от увиденного это едва ли испортило. Выход дополнения назначен на 22 февраля 2022 года. Красивая дата, и впервые дополнение Destiny 2 выходит в начале календарного года. Сюжетную кампанию обещают очень яркую, а на презентации её прямым текстом сравнивали с сюжетками Titanfall, Doom и Halo. Уверен, что речь о качестве и о насыщенности событиями, а точно не о продолжительности, так что не стоит рассчитывать на 10 часов сюжета. Также сообщили, что у сюжетной кампании будет её легендарная версия, с повышенным уровнем сложности, но и более ценными наградами. Погрузитесь в мир престол Саватун и узнайте, как она и её сияющий улей украли свет. Создавайте новое оружие и овладевайте Глефой, чтобы пережить встречу с истиной в паутине лжи. Это описание дополнения из магазинов Steam. Как мы видели в трейлере, Саватун завладела силой света и собрала себе армию сияющего улья. В трейлере можно рассмотреть их внешний вид. У этой расы появятся новые юниты, одолеть которых будет непросто. У этих воинов улья будут свои призраки, точно такие же, как и у стражей. И это также впервые в истории вселенной игры, когда раса получает призраков, не поклоняется свету, как падшие, и не забирают свет силой, как Гоул и Красный Легион. А именно, получают его словно по зову. Саватун наделила своих воинов силой света. Когда сраженный вами рыцарь поднимается из мертвых во второй раз, вас охватывает ощущение предательства. И вы не можете не задаться вопросом, к чему обратиться, когда свет не дарует ни защиты, ни утешения. Будет введена механика, согласно которой сначала вам нужно будет убить призрака улья, и лишь после этого сияющий воин будет правда повержен. В трейлере это показано максимально. Локация, которую стражи приняли за Старый Чикаго, оказалась тронным миром Саватун. Безумное царство скверны и величия. Мир-престол Саватун поддерживает хрупкий баланс ужасной силы. Всё, что она скрывает, таится здесь, в стенах её сверкающего дворца и в вязкой топе болот. Доберитесь до истины и узрите, что свои тайны есть не только у тьмы, но и у света. Что ж, мы уже проникали в тронный мир Кроты, в тронный мир его отца Орикса, теперь нас ждёт тронный мир Саватун, и он сильно отличается от того, что мы привыкли видеть. Да, место всё ещё устрашающее и опасное, но она прям королевские сады себе разбила настоящие, и мне такой вид очень нравится. Но не только Улий стал сильнее, но и Стражи. В игре появляется система крафта оружия. Банжи уверяют, что мы можем создать уникальное оружие с внешним видом, модами и шейдерами, как самим захочется. В общем, полный конструктор. Также Арсенал пополнит новый вид оружия – Глефа. Это комбинированное холодное и огнестрельное оружие. Вы будете сражаться этим копьём от первого лица, и совершенствовать его по ходу игры. Конечно, дополнение будет включать в себя и новый рейд. В топях болот мира престола Саватун покоится пирамида. Проникнув в неё со своей боевой группой, сразитесь с древней угрозой, томящейся внутри. Кроме этого дополнения, объявили о том, что после Королевы Ведьмы выйдет Конец Света. А потом финальное дополнение – Окончательная Форма. Это финал Саги Света и Тьмы. Но не финал Destiny 2. Стоимость базовой версии дополнения Королева Ведьма в Steam составит 1699 рублей. Делюкс издания есть с тремя сезонами на год вперёд и массой бонусов. Два подземелья, экзотическая пушка, катализатор на неё, орнамент – это будет пистолет-пулемёт – и экзотический сперл. Такое издание обойдётся в 3399 рублей в версии для ПК. Есть третья версия – Делюкс плюс 30-летний набор. Это пропуск в специальную новую активность – ивент, приуроченный к юбилею студии. Активность станет доступна уже в декабре этого года. По ходу ивента вы попадаете в новое подземелье, в котором сможете получить артефакты из разных игр студии, экзотическое оружие, эмоции, экзотический корабль и сперл. Два набора универсальных орнаментов для брони и уникальный орнамент для шлема. Мы окажемся на космодроме около той самой пещеры Лута из первой части. Через неё игроки попадут в новый мир, в котором и предстоит зарабатывать эксклюзивные награды. Там можно будет получить легендарное оружие из первой части Дестани, а из Луна и Снайперку 1000 ярдов, меч из Мифа, дробовик из Марафона, гранатомёт, сеты брони Марафона и многое другое. Другое? Другое это жемчужина вселенной Дестани, экзотическая ракетница Галахорн. Она наконец-то появится и в Дестани 2. Да, да, всё же эти слухи оказались правдой, насколько бы смелыми они не были. Если вы хотите принять участие в этом празднике и получить все эти награды, включая Галахорн, но не определились с покупкой Королевы Ведьмы, эту часть можно будет купить отдельно, за 1000 с небольшим рублей, в Steam. Что ж, информации довольно много. Учитывайте, что сейчас и новый сезон начался, и я скоро начну пилить контенты по нему, пишите, о чём хотите услышать в первую очередь, делитесь впечатлениями от презентации в комментариях, ну и до связи! Субтитры создавал DimaTorzok